Приветствую вас, ваш вопрос, он больше как-то, знаете, походит на какой-то монолог с собой, а не с психологами, да, то есть такое впечатление, что вы вот нашли, ну, нашли кому пожаловаться, да, собственно говоря, пожаловались, высказали все, все высказали, что у вас, условно говоря, ну, наболело, вот, но в итоге это вам конечно же не помогло и не поможет, потому что проблему вас это не решит. А правда заключается в том, что вы изначально выстраиваете как-то неверно свои отношения и неверно относитесь к самой себе, то есть именно к самой себе вы относитесь неверно. В том смысле, что многие вещи вы делаете абсолютно бессознательно. Такое у меня впечатление сложилось. Вот. Я сейчас поясню, вот дальше вот вы спрашиваете, да, как мне поступить правильно. Вот давайте пока, пока будем исходить только из того, что вы написали. Как мне поступить правильно, чтобы что в итоге? чтобы в итоге, чтобы в итоге что было? Правильно. То есть как-то вот этот момент, а его нужно вам для себя определить. Мужу своему вы не поможете, потому что у него там явно очень много проблем своих. То есть он там, ну вот, чувство вины в перемешку с отношениями с родителями, плюс травма от того, что отец с собой покончил. Вот. Вот это все достаточно из него болезненно. Вот. А момент, момент. Он именно такой. Как быть вам? Что быть что? Какая цель? Вы цель поставьте. Вы говорите. Вы говорите, я бы так хотел изменить все или встретить другого человека. Ну очень боюсь. Боюсь всего. Встретить другого человека и чтобы что? Это опять же, по сути, та же самая будет круговерс. По факту. Ну вот. Потому что у вас первый брак. Судя по тому, что вы пищите не получился, да. Вот, кстати, почему вы расстались, вы не пишите. Вот, и, соответственно, непонятно, как вы со своим мужем познакомились. Вот, вы пишите, что, значит, я вызывал маму 7 лет назад, все было хорошо, муж работал на хорошей работе. Вы считаете, что только это является аргументом, что муж работал на хорошей работе. То есть только это определяет хорошо-хорошо. Ну, только это определяет то, что хорошо, и все. А как же, там, взаимопонимание, близость и так далее. Вот. Что-то общее между вами, в конце концов. Эти моменты вообще вас, ну как, не интересуют. Или вы им не придаёте такого значения. Вот. То есть, на мой взгляд, это нужно выяснить. На мой взгляд, это нужно прояснить. Следующая важная история, пожалуй, это ребёнок. Вы хотите ребёнка. Хотели. То есть, вы оставили ребёнка как бы для себя. Тоже такой довольно интересный момент. Зачем вам был ребёнок, если вы говорите, что я, кажется, хотела ребёнку. Опять же, для чего? Видите, что муж ведёт себя так и так далее. Страной рождается. Зачем? То есть, какие вы, вот, свои желания преследуете? То есть, знаете, отталкиваться нужно именно от того, что хотите вы отталкиваться, нужно именно от того, что нужно вам. Как бы. Вот это важно. От своих чувств, от своих целей, от того, чего вы хотите. Вы говорите, что у вас нет дохода, что там, как бы, ну, что еле-еле перебиваетесь. Всё так. Всё верно. Так, а, значит, почему тогда вы с ним? Говорит, что мужчина вами, ну, как бы, манипулирует, да, и там, грозится, что, значит, себя убьёт. Обратно говоря. Ну, так, опять же, опять же, момент какой, опять же, да, что если он действительно может так поступить, и действительно может убить себя, то он это так и так сделает. Вы ему не сможете этого, условно говоря, запретить. Вы его от этого не избавите, тем более, что у него были попытки. Вот. Но, ваша ли ответственность, эм, это, то есть, на вашей ли ответственности то, что мужчина может, значит, с собой покончить? На мой взгляд, нет, потому что вы за это не отвечаете. И здесь мы можем говорить об ответственности, о вашей личной ответственности за то, что вы делаете. То есть, именно личная ответственность важна. Знаете, такая штука. Разграничить нужно личную, личную ответственность, эм, вашу. А вы, пока что, этого не делаете. То есть, вы берёте на себя ответственность за то, что вообще к вам отношения не имеет. То есть, вы говорите, что я скажу дочери, боюсь этого не переживу. А как вы можете отвечать за, эм, 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 за другого, эм, человека? Как вы можете, эм, эм, как вы можете, эм, отвечать, эм, как вы можете, эм, эм, Ну, за, эм, ну, за него ответственность за человека, вот, который, ну, вообще, эм, значит, эм, от вас не зависит. Вот. То есть, мне кажется, это, эм, вопрос к вам. Это вопрос к вашему, к вашему, чувству вины. Вот. По факту. По факту. По факту. Понимаете? Какая история. Эм, дальше. Я бы хотел всё изменить. Вы можете всё изменить. У вас есть мама, которая вас поддерживает. Вы можете уйти к ней, вы можете развестись со своим мужем. Вы можете показать ему, эм, что, ну, как бы, эм, что, эм, так нельзя вести себя с вами, например. Да? Вот. Вы можете всё это сделать. Но для этого нужно понять, чего вы боитесь. Для этого нужно освободиться от чувства вины, которое вам сейчас на данный момент мешает, очень сильно мешает. Понимаете? Какая история. Знаете, какая штука? Знаете, какая штука? Вот. А, и, она, она вас ограничивает это чувство вины. Вот. На мой, опять же, взгляд. По моему, опять же, мнению. Понимаете? Ну, вот. Вы пишите, значит, очень боюсь. Вот ваш страх, это индикатор того, за что вы не хотите отвечать. То есть, вы извините, конечно, боя меня, может быть, это будет грубо, как-то и так далее, но вы боитесь того, за что вам не хочется отвечать. Вы боитесь делать шаг-шаг вперёд, вы боитесь делать, значит, ну, как это, как это сказать, да? Вы боитесь неизвестности, вот, вы боитесь определённости, боитесь самостоятельно принять решение. Вот. Вот. Вот у меня, ээээ, вопрос к вам. Ага. Такого типа. Я к вам вопрос. Такого типа. Вот. А вы насколько реализованы, условно говоря? то есть, ну, реализованы ли вы? Понимаете, о чём я говорю? Насколько вы развиты в своей профессии, насколько вы чувствуете себя значимой, эээ, без детей, без мужа, вот у вас как бы две дочки, да? Чем вы, о чём вы озабочены? Вот вы и ругаетесь с, значит, там, с бывшей женой мужа, вы ругаетесь, там, своей кровью, вот, и так далее. Какой вы вклад вносите вот в это? Ну, вот, эээ, ну, вот, скандалы, вот, какой, какой вклад вы вносите в это? То есть, в какое место, какую роль вы занимаетесь? Ведь вы же прикладываете, эээ, эээ, какие-то усилия к этому? Вот. Понимаете? Какая штука. Вот. Так что это всё вопрос, опять же, к вам. Это всё вопрос, опять же, именно к вам. Вот так, примерно. Ну, и в целом, эээ, рекомендую вам, эээ, книгу Малентина Маскаленко, ээээ, созависимость, эээээ, семейная болезнь, ээээ, семейная болезнь. Вот. Очень рекомендую к прочтению эту книгу, она, ээээ, позволит вам понять, как обстоят дела. Вот. А, значит, ну, сейчас, на данный момент, вы её прочтите, пожалуйста. Вот. А, и, соответственно, после этого, я думаю, вам нужно на личную консультацию обратиться к психологу. Это, это одно значит. Ещё хотел бы, эээ, такой момент. Значит, ээээ, так. Эээ, вот, значит, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээ. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Человек не пил, не пил, а потом внезапно резко начал пить, как-то странно не находится. То есть, у него видимо и раньше уже были какие-то проявления алкоголизма. И вы как-то к ним относились, к этим проявлениям, ну как-то, каким-то определенным образом, на мой взгляд. То есть, это все нужно, опять же, исследовать. Вот. Потому что ради своих детей, вот ради своих детей, вам нужно в своей жизни что-то менять. И менять довольно конкретно, потому что в стратегном случае ваши дети будут страдать, они уже страдают. То есть, вы как-бы видите, что старше скалится, младше не подходит. Вот. Поставьте на чашу весов, что для детей лучше? Когда у них есть, ну для одной отчим, для другой отец, вот, который ничего по сути не делает, да? Только претензии представляют. Или когда нет никого, вы один. Вы ведь боитесь одиночества? На этом вам не будет второй ребенок. Так что, найдите время, возможности для того, чтобы пообщаться. с психологом, вот, и все как следует разобрать. Я думаю, что в качестве первичного, значит, ну, склада, это будет вполне достаточно. Ну, это все. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные. Пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго. И удачи. Субтитры сделал DimaTorzok